Продолжение следует... 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 По родным местам. Так точно, ностальгия. А я, вы знаете, графоман. Люблю книжки читать. Вот как, очень приятно. Виноват. Графоман, который пишет. Это вы графоман? Спасибо. А я книголюб. У меня полное собрание ваших сочинений есть. Особенно нравятся вот эти. Вот прощения нет и сильных не жалко. Отличная идеология. Уже трилогия. Нет, серьезно? Да, недавно третья книжка прошла с большим успехом. Гениально. Ну, ну, ну. Он гениальный, Игорь Иванович. Правда, у нас в ГАИ все ваше творчество уважают. Спасибо. Круто пишете, настоящая литература. Спасибо, очень приятно. Автограф, а? Извольте. Если можно. Это можно. Игорь Иванович. Весь внимание. Извините за настырность, вам, наверное, многие пристают. Для друга всегда, пожалуйста. А вы? А вы права, пожалуйста. Зачем права, Вася? Ну, как же надо, Игорь Иванович. Положено. Вот здесь вот младшим лейтенантом Синицыным зовут Юрий. Пожалуйста. А вот здесь для моей пассии. Простите, для кого? Для пассии моей Александрой зовут. Невеста, стало быть, да? Никак не страдаю без взаимности. Не лезь. Сядь. Такой красивый старший лейтенант и без взаимности не поверю. Младший лейтенант Игорь Иванович. Извините. Огромное спасибо. Рад стараться. Младший лейтенант Синицын. Есенин. Ким Алексеевич. Мой лучший друг, прошу любить и жаловать. Знаменитый драматург. Помните верное воскресенье? Видел. Рожь, Крымский мост, Сладкая Ягда. Знаем. Вот, пожалуйста, лавряд многих премий. А правила уличного движения не соблюдают. Знак видели? Видел. Зачем поехали? Это я его попросил, Юра. Он не хотел ехать клянусь теми. Некрасиво получается, Игорь Иванович. Друга подъявили. Юра, ну прости меня. Да вас-то я прощу, Игорь Иванович. А друга вашего не прощу, не прощу. Прости, Юра. Знаменитый драматург. Живой классик. Его студенты в институтах изучают. Смею право, Игорь Иванович. У нас все рахны. Так, Юрочка, а он ровнее. То есть, как разве так бывает? Бывает, но редко. Понятно? Так что не в службу, а в дружбу прошу. Все равно не просите, Игорь Иванович. Вы же сами учите. Помните, у вас в сильных не жалко. Капитан милиции Петушков говорит своему другу детство. Когда задержал его с поличным, говорит, как надо. Дружба дружбой говорит. А служба службой, так что не обижайтесь. А что смешного? Не понимаю вас. Нет, это я так. Я свое. У нас особенный город. У нас интуристы. У нас, Игорь Иванович, коза. Коза и те под кирпич не ходят. А ваш друг поехал. Ну, Юра. Грубейшее нарушение. Юра. Ну вот, я же говорил. Ну и свинья же ты, брат. Кто свинья? Ты, ты, милый. А кто же еще? Я что? Да. Это совсем некрасиво получается, Игорь Иванович. Оскорблять работника милиции при исполнении служебных обязанностей есть криминал. За это, между прочим, срок полагается. Это мне-то срок? Вам, Игорь Иванович. А то кому же. Ты что, меня пугать вздумал? Зачем пугать? Десять суток. За это, между прочим, до года. Иди, иди. Эй, эй, эй. Я говорю, я говорю. Ну, так, осоз. Пугать меня вздумал. Мальчишка. Товарищ младший лейтенант, бог орать. Не обращайте на него внимания. Простите его. Он инвалид войны, у него нервы не в порядке. Давайте поговорим спокойно. Я вам кое-что хочу объяснить. Слушаю вас. А дело вот в чем. На прошлой неделе мне довелось беседовать с вашим министром. За дружеским столом. И, помимо прочего, знаете, о чем там шла речь? Не могу знать. Там речь шла вот о чем. Об этике поведения младшего командного состава нашей милиции. Ясно. Хотите меня уволить? Можете, конечно. Только я прав. И за правду готов держать ответ даже перед министром. А вот это вы хорошо сказали. Другого я от вас и не ждал. И министр был бы сейчас с вами очень доволен. Рад стараться. Мы можем ехать? Можете. Желаю вам творческих успехов. Спасибо. Игорь Иванович, неужели вы литр выпьете, а? Литр не выпьете, но отопью много. Опа! Ах! Эх-эй! Баба Маня! Наверняка сортир на морозе. Точно. А в доме, нибудь, цветной телевизор? И телефон. Баба Маня! В доме телефоны нужник на дворе замечательно. Это прекрасно, сортир на морозе. Бодрит? Да это гениально! Эх-эй, баба Маня! Мы тут-то! Эх-эй, баба Маня! Ким Алексеевич, я так счастлива. Идет! Завидуй, Игорю. Что за характер? Бодро и весело, будто из бани. Мне бы такое. Боже мой, опять правом боку кольнул. А чего же все плохо? Зачем я сюда приехал? Игорюк, мой родной приехал. Дай же мне обнять тебя. Здравствуй, старуха. Что, замуж не вышло еще? Смотри у меня. Смотри, какого я тебе шениха привез. Ну вот, пошел театр. Уеду сейчас же. Без обеда. Узнаешь, а? Да не может быть. Ну? Ким Алексеевич Есенин. Он самый, знакомься. Мой фронтовой друг и соратник. Мне выходить... Выходи. Парень огонь. Ким Алексеевич, смотри, ты с ней не очень довольничай. Баба Маня у нас еще в девицах. Балагур. Все такой же Балагур. Мария Александровна. Ким Есенин. Очень приятно. Это Светлана. Дочка ваша. Идиотка. Это ученица моя. Я так и думала, так и думала. Пошли, пошли в дом. Ким Алексеевич, в дом. Ну, бодрей, бодрей. Ну, я поехал. Куда? А так, проветвись немного. А как же я? Хозяйке пока помоги. Только вы, пожалуйста, не задерживайтесь. А то я буду очень волноваться. Хорошо. Зачем я ее привез сюда, дурак? Идиотека. Оля, здравствуйте, я Ким. Ким? Ага. Громче. Откуда ты? Я из-под Владимира. Что-нибудь случилось? Нет, слава Богу, ничего. Тогда зачем ты звонишь? Ну, как зачем? Чтобы услышать тебя. Узнать, как ты живешь. Как здоровье? Слава Богу. С отпуском решилась? Решилась. И с путевкой? И с путевкой. Очень хорошо. Я очень рад, Оля. Это просто замечательно. Ты даже не представляешь, как я рад. Наконец-то ты отдохнешь по-настоящему, хорошенько полечишься. Ты что, действительно рад? Ну, конечно, почему ты удивляешься? Потому что мы с тобой три года в разводе. Ну и что? Как знаешь, что? Я тебе не жена. Ты мне больше, чем жена. Ты мне как мать. Нахал. Ты бы лучше спросил, как твой сын. А, я знаю. Он три дня назад был у меня. За деньгами приезжал. А ты знаешь, что он бросил институт? Как бросил? Очень просто. Забрал документы и ушел. Куда ушел? В НЛО. Какое НЛО? Это ансамбль, где он поет. Разве он тебе о нем не рассказывал? Ну, рассказывал. А какое это имеет значение? Он что, рихнулся? Я же его с таким трудом устроил в этот институт. Я же унижался. Я же с этой бездарью деканом водку пил. Возил его в ресторан, как дурак. У меня же колика после этого началась. Я чуть не умер. А он что, взял мерзавицу и бросил? Паршивец, тунеядец несчастный. Позови его к телефону. Его нет дома. А? Нет дома. Ну, как это нет? А у них сегодня концерт. Он репетирует. Ну, я же слышу, как он играет. Что ты мне говоришь? Это не он. Ну, так знаешь же я его голос. Позови его. Это магнитофон. Ну, так выключи. Какого черта ты слушаешь эту дребедень? Я ее терпеть не могу. А мне она нравится. Нравится. Все тебе нравится. Мать называется. Ты же сына этим погубишь. Неужели не понимаешь? Не ори на меня, пожалуйста. Он же возомнил себя великим музыкантом. А тебя институт бросил. Не учим останется. Он же в армии загремит. Он что, этого не знает? Знает. Почему не знает? Армия ему на пользу. Армия тебе не повредила бы. Помнишь, какой ты с фронта пришел? Я сразу в тебя влюбилась. Ладно, помолчи. Поговорили. Лучше б я тебе не звонил. А впредь будь осторожней. Ты там с кем? С очередной девицей? С Пащиным. Я с Пащиным. Ну, привет Пащину. И девице. Извини, я тороплюсь. У меня редсовет. До свидания. Привет. Критикеса. Мерзавец. Скотина. О, Господи. Зачем я живу? Зачем пишу пьесы? И, главное, в толк не возьму, зачем их ставят театры. Когда есть Гоголь, Чехов, Горький, Булгаков, Погодин, Пампилов. Если я сам знаю про себя, что давным-давно кончился, а может быть, никогда и не начинался. Все, хватит. Никогда больше и строчки не напишу. С голоду сдохну, а не напишу. И все, о чем мечталось, уже сбылось, и что не удавалось, то удалось. Отсталось наверсталось давным-давно, осталось лишь усталость. Не мудрено. И думаешь о смерти уже давно. Товарищ Есенин, пустить погреться? Да вы, я вижу, меня просто преследуете, товарищ младший лейтенант. Никак нет. Чистая случайность. Благодарю. У. Благодаря наших лейтенант, А насчет вашего министра это я вам все наврал. И за дружеским столом я с ним никогда не сидел. И даже в глаза его не видел. Простите меня. Ясно. На понт меня брали. На понт. Понял? Однако есть хочется. Тоже понял. Нет ничего проще. Ресторан, погребок. Направо. Меню в стиле рюс. Рекомендую. Очень калорийно. Приятный аппетит. Честь имею. Спасибо. Пошлость какая. Этот прекрасный аппетит при постоянных размышлениях о смерти. Приятный аппетит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если подходить, то сейчас, немедленно Добавил ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сашенька? How are you? Видел? Видел Видел Когда? В 17.00 Как раз сейчас В данный момент Выпей, Саша Выпей, Саша Я все передал И сделал, как ты и велел Все Это конец Сашенька Что ты? Успокойся И это пройдет Время исцеляет все Интересно Что у нее стряслось? Что здесь происходит? И что у нее за отношения С этим младшим лейтенантом? Пойдем? Сейчас Чего тут стоять? Пойдем Спасибо тебе Да за что же, Сашенька? Ты настоящий товарищ Ты, главное, береги себя Я для тебя Я для тебя луну достану Ты, Сашенька, мой бедный гений Лазь собаки, вдруг слышу, раздался И бессонный петух прокричал Бедный гений В мозгах зачесался Застучался Застучался, сочиня тебе куплеты начало Видишь, я все наизусть помню Что за бред? Неужели на эту муть пишет? Так она поэтесса Бедный гений Какая бескусица Когда я тебя увижу? У Марь Санны, вечером На крыльях прилечу Бедный гений в мозгах Застучался Товарищ Есенин Ну как, пообедали? Ким Алексеевич Товарищ Есенин Субтитры создавал DimaTorzok Дима Алексеевич, вы? Я. Вот неожиданность. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите, холодно. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Саша Николаева. Ким Есенин. А мы вас заждались. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. Марья Александровна! Да-да? Ваш гость нашелся. Иду, иду. Дима Алексеевич, как вы нас напугали. Игорек сказал, что вы человек со странностями. Это так естественно. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы бы с вас к столу не садимся. Благодарю. Сашенька, познакомься. Вот он какой. Твой герой. А мы уже знакомы. А почему герой? Да вы же ничего не знаете. Сашенька была у вас влюблена школьницей. Правда? Правда. Вот видите? Пошли, пошли. Мы все о вас знаем. Вы родились в тот день, когда умер Сергей Александрович Есенин. Пожалуйста, причешитесь. Игорек рассказывал, как вы подросткам убежали на фронт и прошли с ним весь путь до Берлина. Да, было, было. Мы знаем, что у вас очень талантливый сын. Будущий сценарист. К сожалению, сценариста у него не получился. Он недавно бросил в институт. Подумать только. Как жаль, как жаль. Ой. Не надо. Это очень-очень-очень сбежает. Ну, пожалуйста. Игорек рассказывал, что ваш сын изумительно поет и сочиняет музыку. Вы это знаете? Не только это. Мы следим за каждым вашим успехом. Сашенька в детстве знала многие ваши пьесы наизусть. Правда, Сашенька? Правда. Завидую вашей памяти, Сашенька. И терпению. Мария Александровна, а что, Сашенька ваша родственница? Нет. Но она мне как родная. Сашенька долго жила у меня после смерти матери. Мои ученицы часто у меня жили. Теперь она, конечно, не так близка, как раньше. Выросла, своя жизнь. Ах, Ким Алексеевич, когда мы репетировали в драмкружке вашей пьесы, ну, какое-то было время. Да, было, было, было. Ведь ваши пьесы, это целая эпоха. Удивительно, завущие пьесы. Баба Маня, заткни фонтан. Соловья баснями не кормят. О, ты, я слышу, уже отпил. Однако за стол я не садился, тебя ждал. Ху-ху, и отпил-то немало. Светка, подъем. Коминтерн молодежи приехал. Сейчас. Давайте, допрошу. Нет, я вас прошу. Я вас прошу. Очень прошу. Мария Александровна, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну? У-у-у-у! Ну, что ж, друзья. По маленькой. Ага, по маленькой. Какой он милый, интеллигентный. И совсем не старый. Да. 55, молодой человек. Это неправда. Ему 54,5, а душой он еще мало. Уже ему нет и 30. Верно, Игорь Иванович? Ну, ей видней. Помолчите. Я не могу молчать, когда речь идет о любви. Не могу. Вы о чем? Баба Маня в тебя влюбилась. Вот какая история получает. Ну что ж, взаимно, взаимно, взаимно. Ким Алексеевич, славный мой. Дайте я вас поцелую. Ой, баба Маня, осторожнее. Он у нас парень бравой гвардии, старшина 17-го ордена Красного знамени артиллерийского полка. Игорь, помолчи. За здоровье, Марья Александровна. И за ваше. Я посидю, баба Маня. Посиди, посиди. Марья Александровна, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Ой. Ах, хороша сибирская. Экспортная. Ощущаю всем организмом. Спешите куда-то? Нет. Ждете кого-то? Жду. Выросла своя жизнь. И вдруг появился я, как в романе. В последний момент, быть может, накануне свадьбы. Бедный гений в мозгах застучался. Саша, а что это значит, бедный гений? Вы знаете о бедном гении? Ничего не знаю. Расскажите. Бедный гений? А кто это? Потом как-нибудь. Долгая история. Однако она со мной не очень-то церемонится. Наверное, нервничает. Своего регулировщика ждет. Саша, скажите, а младший лейтенант Синицын стихи пишет? К сожалению. Нет, я еще не совсем разучился. Мышей ловить. А вы разве с ним знакомы? К сожалению. Он мне сегодня дырку на талоне взял. Юрочка, мой ученик. И, между прочим, мой поклонник. Почему вы улыбаетесь? Да я с ним познакомилась при таких же обстоятельствах год назад. Когда я только что выиграла машину и начинала ездить. Выиграли в карты? Разумеется, нет. В лотерею. За 30 копеек? Да. Так вы счастливая. Интересно все-таки, что случилось у нее сегодня. Что у нее стряслось. Вот задачка. Интересно решить. Еще бы лучше узнать. Ну, как? Баба Маня? Что? Давай тост. Я? Конечно. Я хочу предложить тост за нашего гостя. За вас, дорогой Аким Алексеевич. За ваш талант. Чтоб вам легко писалось. А уж мы с нетерпением будем ждать ваших новых, талантливых произведений. Спасибо, спасибо, Мария Александровна. Ведь они помогают нам жить, трудиться. Сашенька, помнишь рож? Монолог из второго акта. Помню. Сколько страсти в этом монологе. И вообще, если бы вы только знали, как нам сейчас, нужны очень острые, проблемные пьесы о том, как прекрасна наша советская действительность. Хорошо. Сцена с хлебом, пожалуй, удалась. Нет, и не только с хлебом. Почему? Это была искренняя пьеса. Хвалите, товарищи, хвалите его. Он любит, когда ее хвалят. А кто ж этого не любит, Игорь Иванович? Да, действительно. Это не пустые комплименты, Игорек. Я говорю от чистого сердца. Мы, учителя, знаем, как нужны пьесы с такой проблематикой. Проблема ответственности. И увлеченного отношения к жизни. А это главная тема, Ким Алексеевич. Замечательная тема. И честная. И нужная. Игорь Иванович. Правильно. Правильно. Огурчик, дай мне, пожалуйста. Ну, спасибо. А ленинградка молчит. Регулировщика ждет. Ким Алексеевич, вы с Игорем у меня поживете, да? Если не стесним. Да что вы, я буду счастлива. Комнат на всех хватит. Значит так, я устрою здесь на диване, на родном, а классика со Светкой положишь в маленькую. Как? Вот так, в маленькую. Да, безусловно в маленькую. Вам там спокойней будет. Вы ведь работать у нас собираетесь? Да, я попытаюсь работать. Буду диктовать. Я привык работать слух. Ким Алексеевич, а что вы пишете сейчас, если не секрет? Ну, нечто из русской истории. А-а-а. Из истории? Ну, собственно, поэтому я и приехал сюда. Надышаться атмосферой. Так немножко подышать. А какой период? Киевская Русь. Смело. Очень. А что в основе? Слово о полку Игореве. Даже так? Трудная задача. Очень. Очень. Ну, это смотря как трактовать. А битвы? Как это будет на сцене? Нет, на сцене битвы не будет. Главное, герой, его мысли. Это очень современно. Очень. Очень-очень. Ты слышишь, Саш? Слышу. Что ж ты молчишь? Ким Алексеевич рассказывает удивительные вещи. Я плохо знаю Киевскую Русь, Марья Александровна. А я совсем не знаю. Совсем. Драматургия и точное знание факта, по-моему, не имеют решающего значения. Нет, это серьезно? Серьезно. Хорошо, я буду знать. Шекспир все выдумывал. Вы так думаете? Главный образ героя. Князь Игорь – герой, несмотря на поражение. А может быть, Игорь был совсем не герой, а был скорее авантюрист? И зря погубил свою дружину? Ой, ну что вы такое говорите? Нет, я не согласна. Вы так думаете? Да, мне так кажется. Это очень интересно. Вы что, неронизируете? Сейчас нет. Ты меня огорчаешь. Академик Лихачев считает, что Игорь – герой. Ну, значит, я ошибаюсь. Бабушка Маня, академики тоже ошибаются. Подожди, Игорь, подожди, подожди. Сашенька, а почему вы другого мнения? Читала. Интересно, что? Русские летописи, например. Вы что, знаете старославянцев? Знает. Да. Ну, вы, конечно, Ким Алексеевич, читали об Игоре больше, чем я. Безусловно. Сомневаюсь. Помолчи. Сомневаюсь, баба Маня. Я надеюсь, в твоем доме я имею право немножко посомневаться, правда? Ой, хулиган. И все-таки, Сашенька, ты не права. Права. Ничего я не понял, не успел. Тут просто совпало аванс и ремонт дачи. Но я буду читать, в них, ну, черт возьми, я же не халтурщик в конце-то концов. А вообще, Сашенька, Шекспиру было легче. Почему? Потому что он был гений. Гению всегда труднее. Нет. Гений что захотел, то и написал. А вы разве не так пишете? Не уважает. Тим Алексеевич, голубчик, не слушайте ее, пожалуйста. Вы человек огромного таланта, смелый, честный, бескомпромиссный. А это уважает. Помните у Маяковского, светить везде, светить всегда. Ведь это и о вас сказано. Вы столько сделали. Ну, это уж слишком. Это ты, бабуля, загнула. К сожалению, Мария Александровна, все, что вы только что говорили, относится не ко мне. Да что вы, Ким Алексеевич, к вам и только к вам. Нет, не ко мне. Неужели вы серьезно, Ким Алексеевич? Серьезнее некуда. Я давно уже никому не свечу, к сожалению, и вряд ли уже смогу, особенно теперь. Не верю. В ваших руках факел. Он освещает людям жизнь. Перестаньте, милая Мария Александровна. Какой факел? В моих руках нет даже карманного фонарика. Вы меня мучаете, неужели не понимаете? Чем же я вас мучаю? Ким Алексеевич, голубчик? Ваша болтовня. Вы же рассмешили даже собственную ученицу. Я понимаю вашу улыбку. Я никудышный драматург. Конечно, ничего серьезного в жизни не написал и уже, наверное, не напишу. Я выдохся и стар. Это неправда. Вы полны творческих сил. Перестань ты, перестань. Ким Алексеевич, родной, вы клевещете на себя. Все это вздор. Вы переутомились. Вам надо отдохнуть. Саша, скажи что-нибудь. Что ж ты молчишь? По-моему, Ким Алексеевич прав. И мне добавить нечего. Саша, ты ли это? Откуда такая черствость, непонимание? Поражаюсь. Ведь ты же моя ученица. Я учила тебя справедливости. Она и справедлива. Вы ее хорошо учили, можете гордиться ею. Вы первые, кто сказал мне правду в глаза. Одно дело, когда знаешь и говоришь о себе это самое, совсем иное, когда это говорят тебе другие. Спасибо. Ким Алексеевич, вы куда? Разрешите вашу руку? Не скрою. Слышать это очень горько. Но полезно. Водку куда? Черт возьми. Я не стану уверять вас, Саша, что брошу писать. Хотя сегодня днем я поклялся себе именно в этом. Не стану уверять вас, что отныне буду писать нечто великое. Но я твердо обещаю вам писать меньше. Лишь в крайнем случае. На хлеб свой насущный. И прошу поверить мне, что и эта малость, тей скромный шаг, потребует от меня и воли, и мужества. Зрители вам этого не простят. Да они не вспомнят обо мне. И наши критики тоже. А на критиков я плевал. С высокой колокольни. Вы жестокие. Вы бессердечные люди. Вы сейчас ранили его. Очень сильно. Ну, как вам не стыдно, а? Хорошо отдыхаем. Это неинтеллигентно! Это неинтеллигентно! Марья Александровна, может, мне посуду убрать? Не надо, Сашенька. Посидим еще. Как художник страдает. Какая требовательность к себе. Какая взыскательность. Я бы даже сказала, жестокость. Игорек, ты куда? Посуду мыть. И этот ушел. Сашенька, дай мне капли, пожалуйста. Мне кажется, он похож на молодого Чехова. В него нельзя не влюбиться. В кого? В Игорь Ивановича? Да что ты! В Ким Алексеевича, конечно. Пейте. Спасибо. В его возрасте, Марья Александровна, Чехов уже 10 лет лежал в земле. Ложитесь. Ну и что? Возраст разный, а сущность схожая. Это в каком смысле? Что оба мертвы? Один физически, другой духовно? Вы опять правы, Саша. Я пью этот бокал за мой физический переход в то качество, которое соответствовало бы моему творчеству. Боже мой, он еще и подслушивал. Как страдает художник. Ой, да пойди же ты к нему. Он способен на все. Я это чувствую. Маленькая, миленькая, ну не волнуйтесь. Не надо. Гению писать легче. Гению писать легче. Гению писать легче. Это же рукопись, не смейте. Легче писать гению, легче. Что с ним? Ничего особенного. Машинку свою разбил. Как разбил? Очень просто, а пол. Там же моя машинка. Не кричи, Игорь, успокойся. Машинка это пустяк. Да какой пустяк, это тебе пустяк. А для меня орудие производства. Где ее купишь? Я без нее как без рук. Скотина, еще веселиться. Ну пойдите, убейте его. Он сам кого хочешь убьет, бешеный. Мерзавец. Небось и водку всю вылакал. Игорек, ты откроешь? Открою я у вас весь день на побегушках. Игорь, ты откроешь? Нарома! Нарома! День интересных встреч и открытых дверей продолжается. Прошу покорнейшим. Юлечка пришел. Здравствуй, милая. Мир полон звуков. Прошу к столу. Спасибо. Вечер добрый. Это ты? Я. Вам письмо. От кого? От Саши. Вот ваши очки. Вы потеряли вчера, когда упали. Я прочитала его, Ким Алексеевич. Она влюблена в вас. Ким Алексеевич, может быть, мне лучше в Москву ехать, а? Ну, поезжай. Только успокойся. Я буду ждать вас, да? Я тебе позвоню. Надо же. Какая красота. Как тихо здесь. Какой чистый воздух. Как тут легко дышится. Здесь надо жить и работать. Неспроста этот хитрый казак Шолохов у себя в станице кропает. Эти молодые, Белов, Распутин, Ванпилов, царство ему небесное, тоже не в Москве. Молодцы. Ах, голова трещит. Сейчас бы сто грамм. Сашенька, Сашенька. Она спасет меня. Обязательно спасет. Она умная, тонкая, требовательная. Все понимает. Как нужна она мне сейчас. Вот возьму, а сяду здесь, пущу свои корни. Начну все сначала. Честно, без компромиссов. Какой-то сегодня особенный будет день. Что-то, быть может, откроется мне. Слушай, друг. Помоги-ка. С удовольствием. Что-то. Я пишу. Будешь? Давай. Иди сюда. Из горла будешь? Буду. Вот столько. Земля как бетон. Чугун. Зима. Пей, пей. Зима. Закусывай. Кисленькая. Спасибо. Пошли. Пошли. Куда? Куда? Закапывать. Сашенька, наконец-то. Здравствуйте, Ким Алексеевич. Извините меня за опоздание. Пустяки, пустяки. Бедный гений, о котором вы спрашивали, это всеми забытый крестьянский поэт Александр Григорьевич Чижиков, умерший в 1934 году. Жители нашего городка называли его просто Сашка, Чижик смеясь над его чудачеством. Спасибо. А чудачество его заключалось, мы туда пойдем, в том, что он понимал себя великим певцом новой жизни, обреченным на маленькую судьбу. Я собираю его стихи и пишу о нем книгу. Стихи его часто нелепы, но у них всегда искра истинного таланта. Вот смотрите, здесь его эпитафия на смерть простой сельской учительницы. Она детей крестьян учила, тянула к свету их из тьмы, за все ж в награду получила, удел подземной глубины. Так спи же, труженица с миром, ты здесь, в подземной тишине. Здесь шум берез, подобно лирам, петь будет гимн о вечном сне. Шум берез, хорошо. Ему легко писалось. Ну что вы, он страдал косноязычьим. Бедный гений, вы его точно окрестили. Нет, это не я, это он сам себя так назвал. Лай собаки, вдруг слышу, раздался. И бессонный петух прокричал. Бедный гений в мозгах застучался. Сочинять я куплеты начал. Это он написал ночью, сидя на пожарной вышке. Где он работал в старости и нищте пожарным наблюдателем. А вы ее видели, она находится недалеко от дома Марь Санны. Да-да, я ее видел. Все-таки хорошо, Сашенька, что вы пишете о нем книжку. Его стихи и станут известны. Он будет нужен людям. Я об этом не сомневаюсь. А я сомневаюсь. Не сомневайтесь, Сашенька. Его мучил не только вопрос о революционном преобразовании жизни на Земле. По ласковому заданию муза писал он. Я посылаю гения своего полетать по Звездному океану, чтобы ответить на мучивший меня вопрос. Как там живут в надзвездном мире, на Марсе и на Нептуне? Мечты там, есть ли о кумире и есть ли нищие в стране? Да, кажется, здесь. Здесь. Как много снега, что я ничего не узнаю. Бедная моя. Как собачка роет. Я вам помогу, Саша. Спасибо. Спасибо, спасибо. Достаточно. Еще немножечко. Вот. Следопыт. Смотрите. Смерть подкатила к нему горошинкой. Это о мальчике-пионере, который стрелял горохом из бузиной трубочки. Горошенко попала ему не в то горло. Он задохнулся и умер. Смерть горошинкой. Прелестно. Ну что вы, это ужасно. Почему, Саша? Как же смерть? Но ведь горошинкой... Сашенька, вы меня заставили одеться так тепло, а Зами так легко. На каблучках. Вы простудкис. Макси, месье. Вот хаза мабль. Простите, что? Вы очень любезны. Уи, мадам. Бом. Пойдемте дальше. Сельвупля. К сожалению, Александр Егорыч имел слабость к водке. Культура в нашем городе утверждалась трудно, и он торопился. Пора б нам выбраться из леса, хоть и тяжел нам новый путь, идти по эллипсу прогресса и старый мир себя стряхнуть. Я как артист стою на сцене в родной деревне, где рожден, как гладиатор на арене, печальной думы возбужден. Сын девятнадцатого века, и жил я трех уже царей, три революции в полвека. Но в нас все вижу дикарей. Остатки жизни доживаю я, искалеченной судьбой. Друзья, вас к свету призываю, все к свету молодой гурьбой. А где похоронят Чижиков? К сожалению, не здесь, а там, далеко в лесу, где он писал свои стихи и где его посещала его скромная муза. Особенно интересны дневники Александра Егорыча. В них он тоже поэт. Однажды я стоял ночью на колокольне, пишет он, и вдруг мне показалось смешным положение мое. И я подумал, что вот я стою выше всех и не сплю, а они все спят в своих низких домиках. И мне пришла в голову шальная мысль разбудить весь городишко, встревожить сон людской, хотя и нет никакого пожара. А что, если я ударю в набат? Граждане, скажу я людям, посмотрите на вашего певца. Вот я один стою на колокольне, и нет ни одного родного человека у меня на земле. Это и обо мне, Сашенька. Нет. Это не о вас, к сожалению. Ну и злющее. Я вам очень благодарен, Сашенька. Да за что, Ким Алексеевич? За Чижика. За ваш рассказ о нем. Что вы! Я о нем могу говорить бесконечно. Я вам благодарна, что вы меня слушали. Вы мой ангел, Сашенька. Вы подарили мне тему. Я буду писать о Чижике. Вы даже представить себе не можете, что это значит для меня теперь. Вы серьезно? Ну, конечно. Да, это вам Бог, Ким Алексеевич. Да, это вам Бог. Вы знаете, у меня очень много собрано интересного материала о нем. Я бы хотела, чтобы вы его почитали. Спасибо. Спасибо. Вы... Вы моя муза, Сашенька. Да вы окоченели. Вы же все дрожите. Вы знаете, это просто невероятно, Ким Алексеевич. О таком человеке, как Чижиков, обязательно должны знать люди. Это просто... И они узнают. Узнают. Ким Алексеевич, а как же ваш князь Игорь? А я его брошу. Я буду честно писать о вашем бедном гении. Это будет пьеса, Сашенька, о красоте человека, о величии духа, о могуществе таланта, о тех, кто там на колокольне, когда все спят в своих низеньких домиках. И пусть нас теперь будет трое. Спасибо. Нет, она все-таки ангел. Сашенька, я тоже хочу ударить в набат. Стревожить сон людской. Хотя и нет никакого пожара. Как это здорово сказано, хотя и нет никакого пожара. Ваш Чижик погиб, не совладав со своим талантом. Но то, что было в нем, перейдет к нам и не прервется нить. И я напишу, как вы ищете связь погибших с живыми. И не прервется нить. И я утарю в набат. Вы подарили мне тему, Сашенька. Саша! Подождите, я, кажется, опять галошу потерял. Черт, куда же она провалилась? Саша! 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 Куда это она? Ну уж это совсем неприлично. Ни здравствуйте, ни до свидания. Что я ей, мальчик? Однако. Она же от меня явно смылась. Отчего бы это? Этот могильщик руку ей подал. Я рядом с ней сел. Конечно, с ним интересней. Он тут, небось, каждую могилку знает. Есть о чем поговорить. Интеллектуалка. Пьесы ей мои не нравятся. Эмансипе. Поддакивал ей, как школьник. Фу! Так мне и надо, дураку. Слюни распустил. Ну, все, хватит. Теперь к старухе и в Москву. Жаль, утром Светку обидел. Этого еще мне не хватало. Я учу медицинскую. Вы берете экзаменацию в этом году? Да, я. Что экзаменацию вы берете? Я беру мою последнюю экзаменацию. Так. Тема. Провинциальные. Провинциальные. Встречи. Ну, допустим. Допустим, так. И все-таки, почему она сбежала от меня? Почему не приехала к учительнице? Старуха весь вечер ждала ее. И почему у нее дома не отвечает телефон? А может, она любит меня? Я разбудил в ней прежние чувства. И это поразило ее. И теперь она спасается бегством. Спасается не столько от меня, сколько от себя. Но разве от себя убежишь? Милая. Мучается теперь. Наверное, плачет бедняжка. А я здесь сижу и делаю вид, что работаю. Надо встать и идти. Прямо к ней. Успокоить ее. Ваши права, вежливо сказал младший лейтенант. Пожалуйста, пожалуйста, так же вежливо ответил писатель. Извините, придется прокол сделать. Ну, что поделаешь, справедливо, молодец, так держать. Они расстались друзьями. Игорь. Уйди, уйди, не дам. Вон твоя разбитая валяется. Не дам, уйди. Это теперь моя. Ну, хорошо, пусть твоя, что ты орешь. Я хотел спросить, где живет Саша? Я не знаю, а зачем тебе? Ну, я хочу ее видеть. Ну, пожалуйста, спроси у старухи. Она же спит. Нет, нет, что вы. Я не сплю. Я все слышу, Ким Алексеевич. Сашенька живет улик Серпимове 4, квартира 10. Дом 4, квартира 10. Да, да. Спасибо, Марья Александровна. Пожалуйста. Готово? Готово. Без черновиков шпарит мерзавец. Черт меня дернул приехать к ней ночью. Она спит давно. Что я ей скажу? Здрасте, добрый вечер. Смешно. Старый дурак, ипохондрик. Надо нервы лечить. А вдруг она там ни одна с регулировщиком? Нет. Маловероятно. А впрочем, наплевать. Мне-то какое дело. Однако что это я дрожу. Неужто я втюрился в нее? Не может быть. А была, не была. Вот окна. Можно? Тут что-то не то. Саша, вы дома? Есть тут кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь? А-а-а. А-а-а. Кто там? Да, быт у неё не устроен. Вот она, современная интеллигентка. Автомобиль есть, а в холодильнике пуст. И сколько их у нас таких, общественно полезных. Жизнь каждого человека не повторяется. Неповторимая поесть. Почему не написать хоть раз о самом обыкновенном человеке? Сколько бедных гениев, великих людей, обречённых на маленькую судьбу, встречаемых в нашей жизни. Сколько Чижиковых сгорает в нашей глуши. Они пылающие костры, и в свете их загубленной жизни люди научаются честнее и лучше смотреть друг на друга. Нет, это не обо мне. Саша права, какой я к чёрту пылающий костёр. И моя жизнь когда-то начиналась необыкновенной повестью, во что я её превратил. Вот она и вернулась. Замёрзла? Нет. Да она не одна. С регулировщиком. На работе? Что же делать? Вот влип, так влип. Ой, где же они? Господи, вечно ты копаешься. Да я не знаю, положила сюда. Вот они, держи. Почему у тебя дверь не закрыта? Свет в прихожей горит. Да утром зашла к соседке газету отдать. А у неё Бориска палец порезал. Спасибо. Пока её-то и Марлю искали, я и забыла. Забывчивой стала. Кто это? Да, стала. Смотри, обчистят тебя. Лола знакомый. Давай я тебе помогу. Не надо. Ну, доставьте удовольствие в последний раз. Поехали. Да это же похоронщик. Боже мой, что это значит? Почему он здесь ночью? Кто он ей? Брат, друг? Любовник? Чаю хочешь? Всё. Сейчас меня найдут. Да я уж потом. Когда потом? Да уж как на место приеду, так и напьюсь. Я пошёл. Иди. Прощай. Прощай. А кто это сегодня был с тобой? Что это за тип с поношенным лицом? Это я. Точный портрет. Ким Есенин. А, это дармодел. Не узнал я его. На фотографиях он выглядит посвежее. Он несчастный, одинокий человек. Мечтал всё похмелиться. Живой труп. Опять верно сказано. Вон этот могильщик в трупах разбирается. Ушли. 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 Ты почему вчера Синицыну сказал, что уезжаешь, а сам не уехал? Я не хотел, чтобы ты мучилась ещё один день. А? Это ты меня пожалел. Да, тебя. А я, когда тебя сегодня увидела, я глазам своим не поверила. Решила, что я передумал. Ага. Нет, я не передумал. Боже, что это она по нём так убивается? Подумаешь, уезжает. Важность какая, уедет, приедет. Пьеса ей моя не нравится. А Ханега этот похоронщик нравится. Ой, я ж кошку не покормила. Успеется, покормишь? Да, она голодная. Ты с Никифоровичем попрощался? Представь себе, он сам вчера ко мне пришёл. Вчера? Ага. Целый час пробовал, ничего не испугался. Впрочем, ему-то чего бояться. Желал всех благ, даже слезу пустил. Помнишь, он к нам в пионерский лагерь приезжал? Угу. Лётчик. Герой. Вся грудь в орденах. На баяне играл. У костра. Потом дождь пошёл. Угу. Хорошее время было? Было. Ты тогда председателем совета отряда был. А ты санитаркой. Катерина Сок встретила меня вчера на улице. А мы как раз Митрохину выносили. Пенсионерку. Первомайская 3. Увидела, как рванёт на ту сторону. Чуть под машину не попала. Хорошо Василий плечо подставил. А то обронили бы. Кого обронили? Митрохину. Усопшую. Андрюш, да Катерина, она одинокая, она несчастная. У тебя все одинокие, все несчастные. Нет, не все. А тебя хватило бы, тебя бы хватило бы на сотню книг. А ты упёрся на первый. Да, упёрся. Да. А надо было бороться. Перестань. С кем бороться? Тебе не надоело одно и то же тысячу раз повторять? Я нашёл письма родящего. Я и только я. И Катерина тут ни при чём. Ну это я знаю. Все это знают. Ну вот. И соавторство её для меня неприемлемо. И ты из-за этого бросил всё и ушёл в похоронщики. Ну, я... Ну ты же знаешь, в похоронщики я пошёл, потому что меня уволили. Ну, не только из-за этого. Тебе нужен был скандал. Между прочим, эта моя работа не хуже любой другой. Уже. Это был вызов. Ты бы мог пойти в дворники. В каменьщики, в сторожа, наконец. Нет уж сторожить, это не моя стихия. А хранит твоя? Ну, наконец-то. И ты же уже заговорила, как они. Ты куда? На вокзал. Я с тобой. Не надо, спасибо. Ты мне всё сказал. Отстань от меня. Ну, куда ты едешь? Куда ты едешь? Что, в общем, у тебя с Америкой? Ну, подумай, ты же там пропадёшь. Ты же языка толком не знаешь. Заходить вас знаешь? А что толком? Ты же и в Америке со всеми переругаешь. Между прочим, верит в Израиль. По выставку. К дяде. Нет. Ты туда не поедешь. Заткнись! Ну, зачем ты врёшь-то, Андрюша? Что ты понимаешь? Не умоляю. Я умоляю. Я умоляю. Не умоляю. Не умоляю. Не умоляю. Не умоляю. Я прошу тебя. Если бы ты любила меня, ты поехали. Я не могу, я не хочу. Но вот ты и сделала выбор. Если бы ты любила меня. Если бы... Если бы... Ты бы остался бы... Ты бы остался бы со мною. Миленький, я же там не смогу. Я там пропаду, и ты там пропажёшь. Ну, я смогу. Я там смогу, я здесь не смогу. Ты же всё ложь. Да ты что? Ты что, за правдой туда едешь, да? Ихать там врать не придётся. Господи, какой же ты дурак. Это ты дура. Там не будешь врать. Там не будешь врать, не будешь жить. Я выживу, я выживу. Миленький, нет, ты там пропадёшь. От тоски умрёшь. Пусть я умру там от тоски, чем здесь от ненависти. Ну, опомнись, Андрюша. Андрю, подожди, подожди. Подожди секундочку, опомнись. Андрей, Андрей, опомнись, что ты говоришь? Что ты говоришь? Я тебе всё ненавижу. Андрей, ты прётала меня. Андрей. КОНЕЦ Ну, вот и все. Никто меня не видел. Теперь домой, в Москву. А сумку с вещичками мне, Игорь, привезет. Как хорошо, однако, просто жить. Ведь дышать, спать, есть, просто быть. А эти мои вчерашние признания, слишком откровенные монологи, новые планы на будущее, это результат моей болезни. Действия на кровь мочевой кислоты. Однако до чего мерзко на душе, до чего гадко. Ощущение такое, будто ласточку убил. Обиделся, что она не меня любит. А ведь слышал, как она головой стукнулась. Перешагнул и ногу повыше поднял, чтоб не задеть. Аккуратный. Проповедуй любовь. А люблю только себя. Вот о чем надо было писать. Это была бы правда. Игорь. КОНЕЦ КОНЕЦ Сашенька, это я, Ким. Вы меня слышите? Да, я слышу вас, Ким Алексеич. Альо. Господи, что с вас, Ким Алексеич? Где вы, Ким Алексеич, не молчите? Что же делать... Альо, альо, Ким Алексеич! Где вы, Ким Алексеич? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...